Всем привет! Это Дашка Пихнова, и у нас для вас новый дайджест технологии от контура за апрель. Сегодня в выпуске Dump, CodeFest, Hubber и заруба между менеджером и разработчиком. Время не ждет. Поехали! Вы можете спросить, что это мы выкладываем в дайджест? Дайджест за апрель, за 4 дня до того, как он закончится. Ну, мы просто подумали, что если оставить его до послемайских, то выйдет он где-то в сентябре, а там вообще-то можно дотянуть и до посленовогодних. Поэтому решили не откладывать. Знаете, что еще они стоят откладывать? Ваши комментарии к нашему видео. Кстати, давайте вот про это немножечко поговорим. Друзья, вы, значит, смотрите, лайки ставите, но комментарии почему-то в списке дел при просмотре дайджеста у вас не появляются. А они нужны. Очень. Надо же, чтобы как бы люди увидели наше видео, наш дайджест получше, чтобы подписались. Тогда у Даньки Стебнева, который накидывает вам ваши любимые мемы в этот дайджест, у него тогда закроются цели за год. Давайте начнем с чего-то реального. Например, 10 комментариев. Если не знаете, что написать, ну, расскажите, что вы оставите на послемайске. Или наоборот, что не оставите и успеете закончить сегодня до конца дня, потому что рабочая суббота. Сочувствую вам немножко. В общем, с вас комментарии, с нас потрясающие дайджесты. Договорились? Ну, а теперь к первой рубрике. Доклады и мероприятия. 3 апреля Вера Сапожникова на онлайн-метапе от Nauman выступила с докладом «Как проводить анализ в новом продукте» на примере стартапа Contour Seller. Видео есть на нашем YouTube-канале. Переходите, смотрите. 11 апреля... Как-то я резко начала. 11 апреля состоялся наш онлайн-метап «Аналист-апдейт». Кстати, он снимался вот в этой самой студии и был очень красивый, интересный. Рекомендую, конечно же, посмотреть на нашем YouTube-канальчике. А что вас там ждет? Вас там ждут 3 спикера из Contourа. Настя Тихонова, Алена Ларькина и Ксюша Прозорова. А также гости нашего метапа Наташа Искандарова из Интаро. Вчера, 26 апреля, на конференции «Дамп» в Екатеринбурге выступили Кать Климова и Даша Болотова с докладом «Зачем аналитику фичи лидить?» и «Почему это полезно?» Я вообще только сейчас поняла, что все три события от аналитиков. Вот это я понимаю вообще продуктивность у ребят. Ну а мы двигаемся дальше. Почитать и поглядеть. На «Хабре» в этом месяце вышло две статьи. Немножечко отлосмейков можно. Все, хватит. Можно больше не хлопать. Если вам интересно узнать про то, какие инструменты горизонтальной мобильности есть в контуре, то тут для вас статью написала Настя Миронова. Она менеджер разработки в команде рейнджеров. Кто такие рейнджеры? Можно узнать как раз из статьи, так что обязательно заходите. Ну а если вам интересно, как бы так устроить себе летнюю стажировочку в отделе, и вы как раз искали бы хорошую инструкцию и, может быть, какие-то лайфхаки, то тут Ирина Пана написала для вас статью про опыт летних стажировок в отделе Data Science. Кроме докладов из прошлого блока, которые можно найти на нашем YouTube-канале, вы еще можете посмотреть новый выпуск нашего шоу «Согласен, не согласен». Это такое шоу, в котором сходятся в драке два контуровца из разных ролей, в нашем случае это менеджер разработки и разработчик, и обсуждают различные спорные тезисы на стыке их ролей. Менеджер думает, что он до сих пор понимает, как надо разрабатывать, лезет своими советами и не дает людям работать. Так он хреновый менеджер, значит. Да. Ну, а так у нас тезис такой есть. Лучшие менеджеры — это бывшие. Нет, он становится хреновым менеджером, который лезет не в свою профессию. И в новом выпуске вас будут ждать Даша из Маркета и Ваня из Фокуса. Перемещаемся в новую рубрику. О, чё, какая новая? Подождите. Почему я говорю новая рубрика? Видимо, нового чего-то не хватает в жизни. Перемещаемся в следующую рубрику. Новости. Новостей, в общем-то, не очень много, но, согласитесь, и в мае не то, чтобы очень много рабочих дней. 6 мая. Угадайте, кто? Лёш Капанов вновь выступит со своим докладом про немультиплатформенные привычки Android-разработки, но на этот раз в онлайне, так что у вас будет возможность подключиться, посмотреть и задать ему свои вопросики. Ссылку на Ustech Mobile Meetup мы оставим в описании. 18 мая в Екатеринбурге пройдёт Meetup UX Update. Будет один вводный доклад и потом работа в группах над различными вопросиками, тревожащими UX-исследователей. Трансляции и видеозаписи Meetup не будет, так как его цель — это скорее собрать городское сообщество. Но если вы как раз в Екатеринбурге или вдруг планировали в него переехать, переезжайте, конечно, тут очень классно, то в описании оставим для вас ссылочку на приятное времяпрепровождение 18 мая. Это суббота. Можно поехать морковку сажать, а можно к нам на митап прийти. Вот. Приходите. 25 и 26 мая на конференции Кодфест в Новосибирске мы будем делать стенд. Так что, если вдруг вы тоже туда едете, обязательно приходите на наш стенд. Можно будет поиграть в игры, порешать какие-нибудь задачки, да и вообще просто с нами поболтать. Будем вам очень рады. Ну, это были все события за апрель и новости за май. Хороших вам каникул. Не работайте в них, пожалуйста. Отдыхайте. Пишите комментарии к нам под дайджестом. И увидимся в конце мая. Всем пока. Что за дичь, Даня? Я придумала какую-то дичь. Теперь мы это снимаем. Смешно. Как-то это не круто, но возможно. новостей. Вот